добрый день дорогие друзья давайте сегодня попробуем поговорить с вами мгновенных исцелениях наверняка практически в каждой из психотехник продающийся сегодня на рынке в отдельности вы встречали вот возьму инициацию да положу руки на человека и он моментально исцелиться ему полегчает и болезнь уйдет или возьму там под это хилю его и вот все он уже там какие-то программы у себя по удаляет и у него все изменится а та же самая психосоматика сводится в представлении большинства людей сегодня вообще к набору каких-то единичных убеждений когда например вот ты не замужем потому что ты не признаешь себя и женщина ходит и рассказывать я самая обаятельная и привлекательная или там есть например курсы тренинги которые вешают всю вину на родителей или на родственников на окружение там и так далее есть те которые народ переваливают там вот сделали расстановку и оказывается там бабушка в седьмом колене виновата и вот измени ситуацию с этой бабушкой станешь здоров да или исцелишь отношения или исцелишь бизнес и так далее и так далее и так далее потом на выходе человек имеет что человеку заявлено что вот сейчас он исцелит вот эту ситуацию и у него все резко изменится а на выходе ничего не происходит и человек чувствовать себя зачастую обмануты да вот очень также очень многие психотехники сегодня заявляют о мгновенном исцелении и встречала людей даже больных онкологии например которые приходили начинали заниматься истинно уверовав в то что вот они мгновенно исцеляться у меня даже видео было такое записано где человек говорит как у него моментально поменялись анализы все пошло по-другому но но исход был плачевен человек умер через некоторое время что происходит с людьми и насколько возможно мгновенное исцеление в принципе если я сейчас скажу что мгновенное исцеление невозможно я нанесу значительно больше вреда чем пользы как это делал господин рэнди который который развенчивал многие психические эксперименты наверно помните шоу когда людей поднимали из кресел именем иисуса христа и просто через наушник знали подсказывали какое заболевание у человека человек верил что вот сейчас иисус христос пришел исцелил его вставал с инвалидной коляски и на самом деле на эффекте веры на эффекте веры по сути дела и строится все исцеление и взять и убить у человека веру вот просто так это глупо на мой взгляд любая развенчательная программа это глупость да с одной стороны с другой стороны конечно классно когда ты знаешь техническую подоснову и с этим знаешь как работать поэтому например я много лет и изучаю массовой психотехники в том числе потому что практически практически все массовые психотехники сидят на внушениях и на задействование механизма веры человека если человек верит значит у него работает если человек боится значит у него идет косяк в работе это же в общем то касается абсолютно абсолютно всех психотехник которые используются в том числе и в религиях если бы сегодня я захотела выложить те видео которые у меня сняты когда мы были например в том же самом буддизме да то я не думаю что я бы принесла много пользы тем людям которые имеют результаты благодаря своей вере и мое развенчание бы например там определенных моментов принесло бы пользу людям нет то же самое можно сказать и о православии как-то удивительно умею оказаться в нужном месте с камерой в совсем ненужный момент вот поэтому совершенно не все видео есть в интернете понимаете мгновенное исцеление возможно возможно когда срабатывают срабатывают все уровни у человека одновременно то есть нету такого что например чисто повлиял на энергетику человека и вдруг раз и вся система отстроилась у нас же есть физическое тело у нас есть разные уровни сознания начиная от клеточного и заканчивая духовным у нас есть разные тонкие тела у нас есть в каждой в каждом представлении у человека кстати вот этот набор многих людей будет разный кто-то верит в тонкие тела и у него не есть кто-то не верит значит у него что то есть но непонятно что да вот и и вот вот эти психические механизмы у нас у всех работают индивидуально но в любом случае кроме физического тела само собой разумеется есть нечто что управляет этим физическим телом и исцеление должно идти на всех уровнях сразу а психосоматики и о том как это работает а вторичные выгоды в бессознательном так далее я уже рассказывала в ролике как это на самом деле все строится и мгновенно вот так вот по щелчку отладить весь механизм это должна быть очень глубокая вера и это должен быть очень большой восстановительный ресурс я не не скажу невозможно потому что я сама с этим сталкивалась например на церемонии той же самой и васки но скажем так те же самые ожоги они за сутки восстановились на восстановление кожи потребовали сутки а на восстановление щитовидной железы потребовалось четыре года четыре года по после тех изменений которые произошли у меня и да она работала сама но до момента когда она сама смогла полностью восстановиться до ушло четыре года наша физиология не так быстро подстраивается и надо понимать что есть смешанные программы есть соединенные программы в психике есть подмены понятия в психике и это все надо разбирать отдельно очень здорово если получилось так раз все вытряхнул все блоки из тела одновременно да не важно с какой-то церемонии шаманами еще чем-то опять таки здесь будет задействован механизм веры как основной и у вас пошли какие-то процессы на физиологии всегда надо время и это надо учитывать когда мы с этим делом работаем поэтому когда вы читаете вот когда продается психотехника и пишут что у вас будет мгновенное исцеление я считаю что здесь нельзя говорить нет и здесь нельзя говорить да здесь надо посмотреть через свою призму восприятия и дальше ключевое мы ведь сами можем выбирать на что направить наше внимание и наш интерес если мы заинтересованы в исцелении заболевания мы можем приложить усилия приложить внимание погрузиться найти причины найти корневые убеждения найти ресурсы все понаходить выделить время на то чтобы заняться физическим восстановлением данной конкретной проблемы в физическом теле и так далее то есть отработать это через уже прикладывание определенных усилий в своем поведении в свои трансформации в своих изменениях и так далее получается очень очень классная штука мы ведь к трансформации мы идем сами и ведем себя сами да вот то есть мы сами определяем будем будет эта трансформация мгновенной или она займет у нас какое-то время и мы сами по своей вере выделяем на нее определенный ресурс и самое главное что мы сами определяем будет ли вообще изменение будет ли вообще исцеление вот это ключевое зачастую мы это не осознаем работая с человеком и человека вот он искренне говорит сознательно да я хочу жить я очень хочу жить а в мелочах а в мелочах его подсознание демонстрирует что выбор сделан в другую сторону да как научиться вот эти все вещи отслеживать в себе и замечать я привожу привожу приведу один пример такой жизни девушка больна онкологии да и только поставили диагноз врачи и в это время ее родители предлагают она недавно вышла замуж родители предлагают ей купить квартиру и получается такая своеобразная точка бифуркации с одной стороны она понимает что ее родители потратят деньги на нее и квартира достанется чужому человеку это ее мужу да которую она любит но для родителей там чужой человек в данном случае подсознательный выбор да он перерастает во внешнее проявление что да я готова тратить деньги покупайте квартиру потому что мы планируем жить мы планируем иметь детей мы планируем размножаться мы планируем вообще жизнь мы выбираем жизнь и раз трансформации происходят и жизнь налаживается и болезнь куда-то уходит она побеждает эту болезнь выздоравливает другой момент девушка говорит подождите родители вы ведь потратите кучу денег а если я умру и квартира достанется мужу как же тогда вы же не сможете ее забрать понимаете о чем я выбор сделан но ведь она выбирала жить она же очень хотела жить она же боролась заболеванием она же включилась она же все для бессознательного что послужило опорной опорным моментом для выбора и вы понимаете вот эти вот моменты когда мы вот так выбираем какие-то вещи мы вообще не осознаем у нас включаются наши какие-то личностные непроработанные вещи и зачастую вообще включаются подмены понятий мы на один уровень поставили ценность квартиры ценной жизни и мы этого не осознали есть о чем подумать вот после этого говорить о человеку человеку что подожди дорогой ты сейчас пройдешь курсы энерготерапии и ты моментально поправишься а при этом выбор сделан понимаете каждая ситуация абсолютно индивидуально нельзя нельзя рубить когда человек все-таки поверил в то что у него будет результат и прикладывает усилия к этому результату но если уже человек пошел этой дорогой то надо осознанно относиться к каждому моменту своей жизни каждому выбору своей жизни и абсолютно каждый выбор выбор жизни должен играть в ту же степь в которую направлено внимание если внимание направлено на выздоровление значит полностью жизнь строит строится исходя из концепции я выздоравливаю и тогда у человека есть шанс на выздоровление вот эти вот подмены у нас подсознание нас вообще очень много в обществе подмен и подмены вот этих программ в подсознании у нас происходит очень много неосознанно неосознанно когда человек потом ему говоришь так ты же сделал выбор в то чтобы уйти да вот ты же подтвердил свой выбор бессознательному а человек говорит и я вообще я не думала бессознательном в данный момент очень часто подмены у нас идут в те моменты когда идут травмирующие ситуации вместо того чтобы заглянуть в травму и отработать эту травму, человек подменяет ее на что-то более простое. Нет, я не буду прощать вот этого человека, я займусь прощением, вот семь раз прощу вот этого. Подождите, а где у нас ресурсы сокрыты-то, в какой проблеме? Поэтому, господа, всегда надо, всегда надо относиться к жизни своей внимательно. И там, где сконцентрировано наше внимание, этот момент, и подтверждать, чем больше нашего внимания, чем больше нашей веры, тем выше вероятность результата. На прощание дам одну технику, возможно, она поможет тем, кто борется с какими-то, например, конкретными, очень конкретными заболеваниями. Например, у человека там родинка в том месте, которому мешает. И человек не знает, может, родинка переродится в онкологическую. Или у человека есть какой-то, например, родинка просто наглядно, ее глазами видно. Либо есть какое-то заболевание, например, там, есть проблема с поджелудочной железой. То есть она где-то, вот уже больное место дислоцировано в теле, в каком-то конкретном месте. Что делаем? Садимся в медитацию. По стандартной схеме, как я уже давала многократно, расслабляемся. То есть переносим, идем, расконцентрируемся, начиная со стоп, доходим до лица. Дышим, наблюдаем за своим дыханием. Внимание переносим в область третьего глаза. Поднимаем состояние вверх. Выходим в самое счастливое состояние, которое вы только можете представить из своей жизни. И из этого состояния дальше переносим внимание в центр головы. У вас начинают плыть образы. Вы можете наблюдать свои мысли, останавливаем внутренний диалог. Наступает такое эйфорийное кайфовое состояние, когда нет мыслей, есть образы под запрос. И вот в этом состоянии кайфовом следующее, что вы делаете, главное, чтобы не забыть вообще, зачем вы входили в это состояние. Если вы, например, вот я сказала про родинку, давайте уже по ней пойдем. С телом работаем точно так же, да, то есть тогда вы концентрируетесь на том органе, где у вас проблема, и входите в него. То есть вы находите проблемное место. Вот вы его представляете, вы его видите, оно уже в вашей голове, и вы туда ныряете сознанием. И уходим в регресс, задавая вопрос, зачем мне проявление вот данной родинки, данного заболевания, и какие корни у этого заболевания. И вы просто наблюдаете, наблюдаете те образы, которые всплывут у вас на данный запрос. На запрос зачем? Зачем вот это заболевание? Вы ныряете в эти образы, не увлекитесь только просмотром, ведь этот просмотр вам не надо. И там вы задаете себе вопрос, какое решение в этот момент я приняла? То есть у вас будет небольшое отождествление себя с тем персонажем, которого вы наблюдаете. Какое решение я в данный момент приняла? Вы четко узнаете это решение внутри себя. После этого задайте себе вопрос, какую выгоду это решение мне давало? Какую выгоду это решение давало социуму? То есть походите, посмотрите, как у вас идет информация по решению. Изучите его со всех сторон. Оно может быть многогранным. То есть оно давало выгоду обществу, оно давало выгоду вам, оно давало семье, оно давало каким-то еще персонажам в данном поле. Задайте вопрос, что я чувствовала при этом. Прочувствуйте это все. Какая реакция была в моем физическом теле. Проживите эти ощущения. И после того, как вы погрузились, прожили, прочувствовали и осознали это решение, осознали выгоду, какую оно давало, скажите себе, что я осознаю и признаю, что я приняла в тот момент такое решение. Это мое право. Я осознаю и признаю все последствия отмены данного решения и отменяю его здесь и сейчас. После этого надо сделать какое-то физическое действие. Можно потянуться, вдохнуть, выдохнуть. Глаза не открываем. Фиксируем эту отмену в теле. И чувствуем, что происходит с вашим телом. Чувствуем, что происходит с вашим телом. После этого вы фиксируете те ощущения, которые вы получили. Если у вас в тело пришла приятная энергия, значит, вы говорите, я осознаю и признаю новый ресурс, энергию и встраиваю ее в свою жизнь прямо сейчас. Если у вас пришла радость или там свобода, точно так же ресурсов бывает много, ресурс не один. Я уже об этом говорила. Вы встраиваете это в свою жизнь и направляете в свою жизнь прямо сейчас. Так вот, здесь очень важно направить эти ресурсы под задачу. И задачей в данном конкретном случае будет исцеление данного органа или данной конкретной родинки. Или, или, или. И вы, после этого, вы наблюдаете, как этот ресурс приходит и как проблема исчезает, размывается. У этой техники может быть продолжение, оно сложнее. Я не буду его сейчас давать. Ее можно делать и нужно делать не один раз. Это может случиться мгновенное исцеление. Может. Не буду рубить. Но вообще на каждое решение, а в подсознании на физическое проявление какое-то, есть не одно решение. Понимаете? Когда самолет терпит крушение, Как правило, там не одна причина крушения самолета. Там их как минимум 10. Да? А вы хотите, чтобы заболевание вылечилось на раз из-за какой-то одной программы или одного какого-то убеждения, или одной какой-то жизненной ситуации. Ничего подобного. Наше тело обладает определенным запасом крепости. И если этот запас рухнул, уже пошло проявление чего-то. Значит, представляете, сколько надо долбать было это тело, чтобы этот запас не выдержал. Да? Поэтому вот эту вот практику, если вы сконцентрируете внимание на конкретной проблеме, уделите ей должное время, отведете и будете заниматься конкретно вот таким вот погружением, доставанием, перепрописыванием. Это все у вас отработается значительно эффективнее и быстрее. Иногда бывает так, что у вас возникнет такое подсознательное «Подождите, я сейчас отменю это решение, а как же я буду поступать в жизни? Как же я без этого решения жить-то буду?» Тогда можно записать новое решение. Тогда точно так же я сознаю и признаю свое новое решение, встраиваю в жизнь прямо сейчас, и после этого отнаблюдать эту же ситуацию, как она трансформировалась после того, как вы в ней приняли другое решение. Возможно, там изменились поведенческие реакции героев. То есть вы работаете с системой образов и меняете в подсознании свое прошлое, таким образом общаясь сами с собой, со своими подсознательными проблемами, со своими подсознательными моментами, со своими психосоматическими основами. Модная сейчас фраза, любят говорить люди о психосоматике, но должным образом как-то эту часть мало кто раскрывает. Мы еще будем к ней возвращаться. А на сегодня все. До новых встреч, друзья. С вами была я, Наталья Зайцева. Субтитры сделал DimaTorzok